Поговорим немножко о движении, в данном случае одномерном движении, и вот об этой странной формуле. Давайте попробуем ее прочитать сначала просто по буквам, а потом опишем, что она означает. x от t равен x нулевому плюс v нулевое xt плюс axt в квадрате делить на 2. Что? Как теперь это прочитать словами? Местонахождение объекта в любой момент времени, когда вы видите, что написано x в скобочках t, это означает x от t. Это не значит x умножить на в скобочках t, это значит, что x зависит от t. Да, это как будто бы одна цельная буква. Не две разные, а одна цельная. x зависящий от времени. Такая идея. Да, то есть, x это у нас местонахождение объекта на оси x. Помните, всегда у нас есть разные оси. У нас есть ось y, у нас есть ось x, у нас есть ось какая-то, которая идет внутрь в 3D, если бы я рисовал z и так далее. Да, но сейчас мы говорим о движении одномерном, то есть, движении вдоль одной оси. У нас нету оси y и z, у нас есть только ось x. У оси x есть где-то начало, правда? 0. Да, здесь отрицательные значения, минус 1, здесь положительные, плюс 1. Итак, движение вдоль оси x. Как описывается? Оно описывается начальным положением этого объекта. x нулевое – это начальное положение объекта. Оно может быть где угодно. Мы часто думаем, что он на начале координат находится на нуле. Но оно может быть, например, вот здесь, на минус 2. Например, задача гласит так. Машина стоит за 2 метра до перекрестка. Да, то есть, она остановилась за 2 метра до перекрестка. Да, значит, позиция нашего объекта в любой момент времени равна его начальной позиции, плюс его начальную скорость v нулевой x, умноженная на время движения, плюс его ускорение, деленное на 2 и умноженное на время движения в квадрате. Да, ну вот такая странная формула, но ее интерпретация… Вы просто как бы по кубикам складываете все компоненты вот этой формулы. То есть, позиция зависит от чего? Ну, от того, где вы стоите, от того, с какой скоростью с этого места вы двигаетесь, и от того, с каким ускорением, то есть, как быстро изменяется ваша скорость. Да, например, у вас машина может… задача гласить так. Машина стояла за 2 метра до перекрестка. Потом она тронулась и с ускорением 5 метров в секунду в квадрате ехала вперед 5 секунд. Да? Тогда у вас в этой задаче x нулевое будет равно минус 2. Начальной скорости у вас не будет, да, потому что она начала двигаться со скоростью 0. Поэтому здесь будет 0, ну а здесь у вас будет 5 метров на секунду в квадрате. 5. Да, такая идея. Вы вставите сюда числа, получите x от t равен минус 2 плюс 5t квадрат делить на 2. 5 на 2 можете поделить, получить 2 с половиной. Такая идея в интерпретации этой формулы. Не бойтесь ее, просто пытайтесь понять задачу и интерпретировать вашу задачу в плане этой формулы. Если движение в задаче равномерное, то есть, машина движется со скоростью 5 метров в секунду 15 секунд, значит, ваш x от t равно… x нулевое вам не дано, ну, значит, примем его за 0. Плюс 5 метров в секунду – 5. Время – 15. Ускорения нету. Ну, вот вам вся задача решения. Да, вы посчитаете, где он будет через 15 секунд. Да, t от 15. x от 15 секунд. Ну, примерно такая идея в интерпретации этой формулы. Просто понимаете, что какая буква значит и заменяете ее на соответствующую цифру.